Приветствую друзья. Есть мнение, что каждая модель от компании Симгот вызывает у конкурентов взвод и заставляет пересматривать практически всю свою ценовую политику. Ровно так получилось и в этот раз. Наушники EV300 на слух просто шикарны. При этом имеют систему из сменных фильтров, аналоговое и цифровое подключение, гибридную конструкцию из динамика, планара и пьезоэлектрической керамики, приятный дизайн, скромных размеров конструкцию и ценник всего 80 долларов США. О них предлагаю сегодня и поговорить. Поехали. Коробка у модели может быть черная или серебряная в зависимости от цвета чашечек. На ней нам любезно привели технические характеристики и заводской график АЧХ отдельно для каждого из фильтров. В комплекте была документация, черненький простенький бокс, запасной набор колечек и поролонов звуковод, пара сменных фильтров, а также пакет самых дешевых силиконовых амбушюр. Последний, я считаю, обязательно нужно заменить, например, на КБ-07. Кабель на вид тоже так себе, что собственно и подтверждает его сопротивление в 0,6 Ом на каждый из жил. Пользоваться таким можно, но я бы его тоже заменил. В случае же цифровой, то есть DSP-версии, докупить хороший аналоговый кабель – это вопрос первой необходимости. Так вы получите сразу и аналоговое и цифровое подключение к разным источникам. Чашечки здесь полностью из металла. В серебряной версии они глянцевые, а в черной – матовые. Небольшие по габаритам с декоративным винтиком, двумя отверстиями для компенсации и звуководом, выполняющим роль сменных фильтров. Всего в коробке их было два – штатные серебряные и отдельно золотые. Сидят они отлично, смотрятся богато, а некоторая увесистость, так сказать, добавляет им авторитета. Вот так, друзья, это все и выглядит. Ну и вариант в черном цвете. На измерениях у нас стандартный по всем характеристикам импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике достигающие всего 0,15%, что настоящий рекорд. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете изучить самостоятельно по их графикам. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 10 или 11 дБ в зависимости от фильтра. Затем идет такая же по амплитуде или чуть менее выраженная область разборчивости, акцент на псевдодетализации и аккуратненько так угасающие верха. В DSP версии нам заметно так прибрали акцент на 8 кГц и в общем-то все. Никаких дополнительных настроек данная модель судя по всему не имеет. Вот как это выглядит для разных фильтров у DSP версии. На фоне флагманских ЕМ-10 герои обзора чуть лучше рычат, но спокойнее на нижних высоких и самом краю диапазона. Дону Falcon Ultra в целом куда агрессивнее с еще менее выраженными верхами. Ну и Симгот чуток ярче, чем знаменитые Яниен Кэнон 2. То есть настройка у нас как у флагманских решений от этой же или других не менее известных компаний. На слух я кстати был немало удивлен, что это не какой-то продвинутый динамик, как у тех же Дуну, а связка из трех излучателей совершенно разной природы. Нет ни намека на переход, ступеньку или хотя бы минимальную разнородность у драйверов. Все четко, естественно и максимально гармонично. По драйву, частоте и разнообразным скоростным характеристикам я бы назвал их абсолютными чемпионами наравне с вот только рассмотренными нами Дуну Титан С2. Отдельно отмечу их выразительность, целостность в построении всего музыкального полотна и особый упор на эмоциональную часть композиции. Да, веса здесь по-прежнему немного, штука для планара является нормой. Есть небольшой акцент на верхней середине и лишь намек на так называемую тамбральную насыщенность. Зато тут куда лучше с прозрачностью, абсолютно гениальная передача пространства сцены в глубину и чуть ли не зашкаливающее разрешение. Все даже мельчайшие оттенки звукоизвлечения буквально как на ладони. И это при шикарной динамике, сочном и довольно глубоком динамическом басе, четкой, напористой и сверх мелодичной середине и интересными такими высокими частотами. Они не ярчат, не режут и не сливаются воедино, позволяя тем самым лучше раскрыть вокал и инструменты средних частот, а не свистеть и не шипеть нам в ухо тарелочками. Все дорогие наушники, что только у меня были, настраивали примерно в том же самом ключе. При этом, казалось бы, у нас же есть золотые фильтры в комплекте, которые, если смотреть по АЧХ, делают звук гораздо ровнее, лишь чуть-чуть выдвигая бас. На деле же все оказалось не столь радужным. Да, в целом звучание выравнивается, но вокал и лидирующие инструменты как бы уходят в глубину трека. С серебряными звуководами голос чуток выдвигался, добавляя в звучание масштаб и чуть раздвигая сцену. А с золотыми как бы приблизился весь звук целиком. Лично мне по вкусу базовый вариант, да и на топовые тензунеза герой обзора больше похожи с серебряными фильтрами. Дуну Титан С2 в сравнении ярче, грязнее, агрессивнее, вообще без пространства сцены в глубину, но со своей чуть отвязной, немного дикой атмосферой. Из них я бы однозначно выбрал Симгот ЕВ-300, поскольку им под силу не только рок, металл и разнообразная электроника, но и джаз, оркестровая музыка и все очень сложное академическое. Хороший жирный источник к ним тоже только приветствуется. И это, пожалуй, единственный минус DSP версии. Наличие Type-C штекера, вне всякого сомнения, располагает и позволяет немного сэкономить на покупке мобильного ЦАПа. Однако, исходя из габаритов штекера, ничего серьезного туда, к сожалению, не установить. А значит, такая версия будет звучать тоньше проводной и без той самой приятной слуху бархатности и аналогового объема. Впрочем, ничего не мешает использовать DSP версию с отдельно купленным к ним обычным аналоговым кабелем. То есть, в любом случае, звучат EV300 невероятно подробно, чисто, технично, с прекрасным балансом между микро и макроконтрастом, уклоном в мелодическую часть и с хорошо выраженными эмоциями. При этом, по структуре они поджарые, скоростные, с добротным таким запасом воздуха, правильным эшелонированием и, что тоже важно для гибридной конструкции, абсолютно бесшовные. Итогом, новинка от Syngot реально круто смотрится, удобно сидит, почти не имеет искажений, с просто идеальной настройкой АЧХ и возможностью чуток подкорректировать их подачу посредством сменных фильтров. Звучит же модель подробно, технично, с глубоким динамическим басом, мелодичной и очень эмоциональной серединкой, шикарной прессовкой пространства сцены в глубину, практически бесшовным сочленением драйверов и, свойственным для данной компании, драйвовым, чуть хлестким характером, с по-аналоговому теплыми образами и каким-то невероятным вовлечением в материал. Конечно, они не убийцы топов, но оторваться от них совершенно невозможно. В своем сегменте они ну просто короли. А у меня, друзья, на этом все. Это была модель Syngot EV300. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok